Недорогой ноутбук можно взять. Потом будет у тебя и плазма, и все остальное. Хотя это я вообще не считаю нужно. У меня нет в квартире телевизора. Ну, дело не о том, все, давайте СМР-кой займитесь. Давай, Андрей, покажи экран. Кому неинтересно, можете отключаться. Будем разбирать особенности программы. А всем, почему неинтересно? Всем должно быть интересно. Интересно, интересно, конечно. Ну, мы никому не навязываемся. Нет, ну всем. Нет, никто не навязывается, но Интересно еще увидеть, как вам Счетно, ноутбук же появится. Вот задание. Можно открыть программу в браузере. Вот у Андрея уже Добавлены аккаунты, они что-то делают. Вот она работает Вконтакте, Инстаграм, Скайп И Одноклассники на данный момент. Вот он загрузил. Чтобы добавить аккаунт, надо нажать Добавить аккаунт. Пишите там Логин и пароль. Вот сюда пишите логин, Пишите пароль. Прокси я не пользуюсь. Раньше пользовалась, что с прокси блокируют, Что без прокси, так что я ими не пользуюсь. Прокси меняет IP-адрес. И когда я покупаю фейковые аккаунты Для программы, я сразу запускаю поиск. То есть теми, которые я дорожу, которыми у меня Их 20 штук, которым по нескольку лет, и там по 5-8 тысяч друзей. Я там запускаю только рефрешинг. Это когда постит на стене и удаляет. Постит, удаляет. А когда много друзей в новостях, видно этот пост. Там каждые 6-7 минут. А когда аккаунт взломанный, ну его не жалко, то в магазине покупаете, вот нажимаете поиск. Поиск, нажми, Андрей. Это у тебя такие, которые твои личные, да? Не купленные. Я туда заходил, там по нолям было, поэтому не купил еще. А те, которые покупал, они у меня уже, да, вылетели. Их блокируют напрочь. Ну их часто блокируют. Тогда мы не будем показывать, как постить. Просто вот здесь вот мы пишем ключевые слова вверху. Заработок и так далее. И ставлю я группа. Вот пишем заработок. С правой стороны я пишу группа. Открытая стена, галочку ставлю. Открытые комментарии, галочку ставлю. А кто здесь? Здесь. Мероприятия нет, только группа. Пишу от 1000 до 10 тысяч. И нажимаю старт. Ну тут, да, безопасный поиск еще необходим. Ну, я не ставлю в облом. Нажимаем старт, и по этим группам программа будет, ну, минут, может, 5-7. Ну, по-разному бывает. Да, бывает сразу там 300 найдет, а бывает медленно. Ну, все, достаточно, стоп, нажми. И вот одной кнопкой мыши, если мы наведем на результат, ты можешь просто вот правой кнопкой мыши... Нет, не надо их выделять. Не надо выделять. Просто правой кнопкой мыши копировать все, и все. Я их не выделяю. Просто наводишь на них. А, вот так. Компировать все, да. И потом мы идем в постинг. Вот это все группы наши. Ставьте список целей. Мы их также вставить все. Все вставляем. А вот здесь вот вверху вводите тексты. Траймер я ставлю где-то 250-290. Ну, а на сломанных ставлю где-то 80-90, чтобы у меня копчу не просила. Видео прикрепляем. Сначала все чистим, потом прикрепляем видео. И при условии, что это видео будет на этой странице уже добавлено. Ну, вот, к примеру, вот это видео добавлено. Нажимаем крестик. Здесь пишем несколько текстов вверху. Ну, ты можешь не писать, просто я расскажу. Один текст написали. Да, вот. Потом нажимаете Enter, у вас появляется вот такой вот значок. Следующий текст – значок, следующий текст – значок. И все, и она начинает постить. Если вы нажмете вот внизу... Открой еще обратно ту страницу. Вот внизу... Это как рефрешинг, да, это на стене у тебя делает. Если вы откроете, то мы увидим, что она делает. Вот на эти синенькие цифры, если нажмем внизу, можно увидеть в браузере, что она делает. То есть, это у нас рефрешинг. Она сделала пост, вот, две минуты назад сделала пост. И потом она его минут через 10 удалит, чтобы не захламлять стену вашу до 150 постов в сутки. В новостях проскочило, все, удалили. Опять проскочило, удалили. И тем самым мы привлекаем внимание к странице. Она сама удаляет, у меня стоит вот 500-650. Она сама удаляет рефрешинг функции, она сама удаляет. И через 10 минут, получается, выставляет новый пост уже. Все правильно. А в постинге это будет уже по тем группам, которые мы задали, она будет по ним также постить. То же самое, что вот в рефрешинге мы делаем. Несколько там, 3-4 текста. Видео, лучше видео, конечно, можно и континент, но на видео смотрят видео лучше. Вот она группы нашла по заработку. Но мы не будем постить, потому что бережем страницы, если это не купленные такие. Ну, это у меня достаточно наработано здесь. Ну да, поэтому мы не будем рисковать ими. Количество друзей здесь наработано. И можно делать на них лайкинг. Есть смысл запускать, если ваша страница оформлена. Фейки я тоже оформляю. Я ставлю фотостатус, я ставлю ссылку и закрепляю запись. Когда вы делаете лайкинг, то у людей, кто онлайн, внизу такой щелчок. Тын-тын, что вам поставили лайк, там кому-то понравилась ваша аватарка или видеозапись. Нажми задание. Лайкинг нажми. Вот здесь вот либо группу какую-нибудь пишите. Я обычно пишу тег по тегу. И пишу там заработок, одно слово, либо работа. Я ставлю онлайн, возраст вообще не выбираю, пишу таймер. Ну, если страница дешевая, купленная, взломанная, то мы ставим таймер там где-то 20-30. Сильно там каждые 5 секунд не надо лайкать, потому что ее быстрее заморозят и быстрее копчу у вас запросят. Так, по лайкингу. Автоэйдинг у нас добавляет друзей, те, кто просится. Текст я не ввожу никакой. Просто нажимаю старт, и она добавляет тех, кто просится. Райтинг это пишет в личку. Ну, вот когда вот 50 друзей я покупаю, я им так же пишу в личку. Так же текст, так же видео прикрепляете. Все функции, о которых я сейчас говорю, есть на официальном канале СМР. Я его сейчас сброшу в чат. Ну, а вот в Одноклассниках, Ирина, здесь только добавлять друзей можно, да? Да, те, кто просится. Подтверждать. А остальные лайкинг, то есть я тут тоже не разобрался. Сейчас я кину канал, и сейчас... Канал. Это я все кидаю в чат, можете себе сохранить. Секундочку. Обзор программы СМР. По Одноклассникам. Открывай Одноклассники. У меня капча выскочила куда-то. Капча пропала. Ру капча или анти капча? Ру капча у меня. Ру капча. Ну, вот здесь ключ должен быть внизу. Ну, вот он. Здесь в анти капчи, кто не знает, или в ру капча. Ру капча дешевле. Когда запускал... На 1 доллар, сейчас я договорю. На 1 доллар пополняете баланс. Но это при обновлении программы у тебя просто соскочило. Зайдешь в ру капча или... Ну, я понял. И ключ введешь. Проверить 1 доллар это 1000 разгадываний капчи. Его очень надолго хватает. А если будете лимиты соблюдать, там лайкинг не менее 60 секунд, то оно капчу и не будет вообще просить. Капчу просит, когда из друзей вы запрос даете в друзья. Например, ставите какую-нибудь группу, инвайтинг, и просите, чтобы к вам добавились. Тогда просит капчу. До 40 друзей в сутки можете добавить сами. Ну, я до 20 ставлю. Потому что я 40 ставил, и меня заморозили. Да, я вообще не ставлю. Люди сами добавляются, кого лайкаешь. Комментинг там можно написать. Супер, вау, зачет. Тоже вот через Enter несколько текстов написать. Ставить группу, и будет в группу заходить, и под аватаркой писать. Там классно получилось, и так далее. Но бывают такие случаи, когда там кто-то может гроб поставить, а там такие комменты пойдут. Это тоже... Ну, что поставили на аватарку, то и получили. Понятно. По одноклассникам. Давай посмотрим. Ну, здесь только автоэдинг, только добавляют. Ну, автоэдинг, да. Кто просится, она добавляет. Ты сначала сбор окей делаешь, сбор групп. Потом все копируешь, ставишь в лайкинг, и он по этим группам заходит в группу и аватарку лайкает. То есть, вот я группу сюда поставил, да? Да, и настройки поставь. Нажми настройки. У меня вот... А, вот... Ну, лимит 50. Так. А, ну, 240. Ну, все правильно, будет так лайкать. 50 лайков. Страна-город, ничего не надо. Количество фото, вот это я до сих пор не поняла еще. Они недавно запустились. Ну, это значит, на стене где-то в альбомах сколько, фотографий, наверное? Ну, наверное. Спрошу потом уже. И по количеству друзей, то есть, выбираю сразу, кого лайкать, кого не лайкать. То есть, здесь все, а сохранение тут уже вот оно как бы... Оно само сохраняется. Нажимаешь старт, и вот она в группу заходит, и... Ну, не пятерки, она классы ставит. Ну, вот тут вот я не пойму, у кого она лайкает. Либо аватарку группы, но там я своего класса не вижу. Либо классуют первые посты. Либо участников классуют. Вот это я не могу понять. Первый пост по нолям. Может, это саму флюору Михайлову? Страница получена, 8. Или это еще? Неудача, это, видимо, она уже там классовала, значит, надо новый сбор делать, другие группы. Да, видно даже по ссылке, они классуют профиль. Вот, профиль. Если на профиль зайти, она, скорее всего, фотографию профиля классует. Вот здесь вот, скорее всего, ты класс поставил, программа, скорее всего, поставила класс. Либо какую-то фотографию она выбрала и поставила класс именно в профиле. То есть, она не классует группу, она выбирает из группы людей и классует фотографии в их профиле. На фотографии ставит? Да. Оценки ставит? Или класс, да? Классы ставят. Я так поняла, что классы ставят. Ну вот нет класса никакого. Ну, возможно, оценку ставят. А зайди к ней на фотографии, нажми. Ну, не обязательно на фотографию профиля. Она может выбирать программу любую фотографию, которая есть в профиле. Да, вот тут надо еще разбираться, потому что они недавно запустились. Инстаграм пробовал? Нет, он у меня. А, пробовал, я не мог сюда аккаунт завести. Ну, вот два. Не понял, как его вставить. Добавить аккаунт. Логин и пароль. Ну, он пишет, что здесь... Там я, когда последний раз пробовал, она как-то работала через раз. У меня на третий раз получилось войти. Причем, с учетом того, что инстаграм какой-то поставил свой фильтр. Мне пришлось поменять последний раз пароль пришлось менять. Потому что инстаграм почему-то пишет, что с неизвестного источника заходит... Ну, кто-то заходит. Если это вы, подтвердите, нажмите «Да». То есть, здесь инстаграм еще надо подключать и смотреть, сам сайт открывать. Вот такая вот ищет. Так, он ищет по тегам аккаунты. Ты их копируешь, вставляешь в лайкинг, и она уже лайкает. И может подписываться. Фолловинг – это подписываться на эти профили. Потом можно от них отписываться. Комментинг. Под фоткой будет комментировать. Все то же самое, как и в ВКонтакте. Райкинг будет в директ писать в личку. Комбо, новая функция. Я еще не заходила. Подписка плюс два лайка. Вот так вот, да. Ну, лайкинг более приемлемым, потому что дня три или четыре назад я создал новый профиль в инстаграме. У меня уже 126 подписчиков на меня. То есть, у меня запущен только лайкинг. Хорошо. И вот то, что я говорил, что программа Грамблер, кто ей не пользуется, тоже много теряет. Там есть такая услуга, добавить подписчика на 30 дней, она бесплатная. То есть, вы вводите хэштеги. Ну, я записывал видео. Вы вводите хэштеги, и по этим хэштегам, например, деньги, работа, можете на английском, жизнь, любовь. И вот, если вы поставили человеку лайк, причем программа автоматически каким-то образом выставляет, вот, находит фотографии и ставит лайк, и человек на вас подписывается. Ну, здесь-то я разобрался, вот здесь-то. Ну вот, смотри, набрать подписчиков. 10 тысяч лайков ты не используешь. Вот, 10. Я использую их. Я их набираю снова. Вот, заработок в интернете, раскрутка инстаграм, работа на дому. Смотри, еще это очень мало хэштегов. Желательно, конечно, еще написать job, jobs, life, там еще что-то, money на английском. Ну, он, видишь, у тебя ставит лайки минуту назад. Ну, за счет того, что она еще ставит лайки, вот, людям, за счет этого в программе происходит какое-то движение, и монеты автоматически прибавляются там. Ну, это происходит вот. Ну, она 2 минуты назад, оно, так, да, вот, должно быть здесь включается автоматически. Раз в 10 минут она лайки ставит. Видишь, 2 минуты, 12 минут назад, 20 минут назад. Давайте заканчивать, полтора часа уже болтаем. Надоели уже всем, наверное. Да, и есть охота, и голос садится у меня уже. У меня уже 12 часов. Все, давайте в следующий раз еще организуем. Будут вопросы, вы себе на бумажке пишите, и потом задавайте. Все, всем пока-пока. Спасибо, пока. Пока.